Ну, все вопросы, которые задают традиционным экстрасенсам, мы прорабатываем на этом тренинге. Не только со своих позиций. То есть дистанционное видение дает вам матрицу для освоения экстрасенсорики в целом. То есть правильный процесс. Как знаете, если правильно писать с детства не научишься, то и будешь так и хромать. То есть если правильно на гитаре учиться, правильно руку не поставить, ну вот будешь потом с этим мучиться. Вот так и в экстрасенсорике. Важно правильно поставить процесс. Потом вы на этот стержень можете нанизывать все, что хотите. То есть любые практики. Но вы будете правильно понимать, как работает это. Вот когда ты понимаешь, как это работает, и какая информация правильна, какая информация сомнительна, и это очень дорогого стоит. Задача расширить, то есть наша задача вот именно слиться со Вселенской таким вот единым полем, единым таким вот информационным началом. Потому что Вселенная на каком-то вот первичном уровне это энергия, вот и даже энергия вакуума. Знаете, есть такое понятие? Вот в квантовой физике энергия вакуум. Вакуум это энергия. И вся Вселенная это энергия. То есть это огромнейший, недаром вот там говорят о всяких вот источниках энергии альтернативных, до которых там вот физики уже добираются, а экономисты все им никак не дают до этого добраться толком. Вот. То есть что и здесь мы имеем дело именно с такой вот первичной энергией, с которой мы соединяемся, которая жить в основе всего. Вот. И она нас соединяет со всей Вселенной. Это состояние, которое органично уже присуще. Разночает кузнутри. Ну, он просто забывает об этом. История должна вызвать. И вот он вызвел. И я хочу назвать его RV-Hearing, то есть это Remote Viewing RV. И вот хотел бы тут тоже сказать о том, что продолжение вот всего, всей истории дистанционного видения, всей истории вьюинга, оно вот в применении к целительству и вот к такому виду коррекции здоровья, оно очень и очень применимо. Потому что, на самом деле, дистанционное видение работает с бессознательным. Бессознательное – это, ну, практически, оно может все. И оно все знает и все посылает то, что нам надо, все сигналы идут из него. И этот сигнал может быть и болезнью, в том числе. И если подходить, как Ирина правильно заметила, к любой болезни, как к некоторому сигналу, то, что ему было послано, как к некому единственно позитивному, единственно правильному решению, которое могло принять его бессознательное, уже отчаявшись в чем-то. Все, мы закончим. Да, да, я все понял. Вот, пойдем.